Управление Федеральной службы безопасности по республике Мордовия, представьтесь. Алексей! Демченко – химик из Розаевского района, который хотел добывать деньги нелегально на продаже синтетики собственного производства. 43-летний мужчина – некогда индивидуальный предприниматель. ИП он закрыл несколько лет назад, но желание заработать осталось. К тому же профильное образование в военном университете было на руку. Кому принадлежит данное помещение? Мне. В помещении есть вещества, запрещенные к свободному обороту? В помещении есть. Что есть? Я не знаю. Что есть в помещении? Есть, я сейчас объясню, всё расскажу. В прошлом году Алексей приобрёл у неизвестного оборудования и химические вещества, в том числе прекурсоры для производства синтетики. Цех смерти организовал в подпольном помещении ангара в посёлке Левжа. Лаборатория, весы, противогазы и зип-костюмы – всё, как на настоящем производстве. Затем, стелью облегчения процесса доставки химических веществ и оборудования, а также облегчения самого процесса изготовления наркотических средств, фигурант уголовного дела привлёк своего двоюродного брата. 29-летний Степан Демченко – полицейский водитель патрульно-постовой службы из Рузаевки. Брат стал хорошим прикрытием нелегального бизнеса. Он всегда мог поделиться служебными данными о грядущих проверках или облавах. Но планам криминальной пары родственников не суждено было сбыться. Как только они стали искать канал избыта своего смертельного продукта, информация очень быстро попала в руки силовиков. Противоправное деяние пресечено сотрудниками Управления по контролю заболевания наркотиков и собственной безопасности МВД Республики Мордовия совместно с региональным ФСБ России. В настоящий момент сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел. Задержание провели в июне прошлого года. Штурм ангара и подвала под ним с участием бойцов Росгвардии был стремительным и жёстким. «Были задержаны два брата, которые в подвальном помещении посёлка Левжа Розаевского района незаконно изготовили 25 килограмм наркотического средства «Альфа-ПВП». Кроме того, в ходе обыска у них изъяли 600 литров прекурсоров, 5 литров наркосодержащей жидкости, химические вещества и оборудование для производства наркотических средств». Из-за участия в семейном бизнесе сотрудника МВД уголовное дело возбуждал Следственный комитет. Братьям меняется незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере. Это от 15 лет до пожизненного лишения свободы. Обоих родственников по решению суда через несколько дней после штурма заключили под стражу. «Материалы уголовного дела в отношении лица, который дистанционно контролировал процесс изготовления наркотических средств, выделены в отдельное производство». Бывший полицейский Степан вину признал частично. В отличие от него, старший брат Алексей всё отрицает. Обвинительное заключение уже подписано прокурором и направлено в Верховный суд Мордовии. Анастасия Семушева, Андрей Просвиркин. Программа «Происшествие». Продолжение следует...